Итак, всем привет! Всем хороший, так скажем, морозный, если у вас декабрьский день. А мы сейчас едем домой, да, точнее не мы, а я еду домой. И у нас время, что? У нас время 20 минут 8 и, конечно же, у нас 7 градусов тепла. Что я хотел бы вам хорошего сказать или что хорошего не сказать? Ну, во-первых, остался последний, так скажем, месяц 2016 года. Многие застройщики сегодня поменяли цену, да, это ЖК Гарант, ЖК 3 Капитан у нас сегодня меняет. У нас Мелодия Леса, пересмотрели цены, пересмотрели цены у нас Дом Озеро 1, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много кто пересмотрел. И сегодня такая была такая война, такая, да, у меня до сих пор идет война с Гримпарком, чтобы удержать цену, потому что уже даже свои деньги часть внес за квартиру, потому что квартира реально хорошая и, конечно же, охота, чтобы клиент ее получил. Ну да ладно, смотрите, теперь посмотрим с вами по поводу того, как прошел у нас декабрь. Многих интересует, да. Декабрь у меня прошел не так, как мне хотелось бы, не так, как я запланировал. В общем, был у меня там определенное количество сделок запланированных. Я не смог, так скажем, перейти там, ввиду всяких разных обстоятельств, не смог перешагнуть. В итоге у меня прошло 16 сделок за ноябрь месяц. Ну, а цель стояла, план стоял 20, да. Сейчас у меня стоит цель, там, не знаю, там, стоит цель, если не ошибаюсь, по идее нужно 52, да. Но так, конечно, стоит у меня еще нужно сделать 25 сделок нужно сделать. Да, 25. Я ответить ставил. Да, 25 сделок нужно сделать. В общем, планы идут. Сегодня продажа была, старт начали нормально, да. Первый день, первая продажа. В общем, все хорошо. Ну, что я могу сказать? Ну, предложений реально хороших все меньше, меньше и меньше. Как-то стало немножечко тяжело. Многие, так скажем, объекты, которые подходили к педапотеку, каким-то чудесным образом перестали подходить. В плане, что просто застройщик понимает, что идет, так скажем, сейчас поток клиентов, да. И они начинают тем самым брать и, ну, не знаю, раскидываться или, наоборот, не размениваться. По-разному это называют. Но итог один тот же, что все сложнее, сложнее, сложнее. Поэтому, что я вам рекомендую? Я вам рекомендую все-таки в декабре сделать покупку. Я рекомендую в декабре приехать в гости. Я со всеми, с кем, кому я обещал, я с вами всегда встречаюсь. Я, соответственно, с вами всегда разговариваю. И, конечно же, конечно же, я всегда настроен позитивно на вас. Вот так вот. Что касается целей, которые у меня были по английскому языку. По английскому языку ничего не получилось хорошего, потому что я так одним рукой отвечал на сообщение, другой рукой еще что-то делал. В общем, сейчас откатываюсь на так несколько шагов, ну, на курс назад. И опять начинаю это все долбить. Так я выучил, но поверхностно, так как в школе охота, все-таки четко, все классно, что было. Дальше. Что касается по весу. По весу могу сказать, что тоже все супер. Я скинул 3 килограмма. И все мои клиенты, которые ко мне приезжают, да, можете в комментариях написать. Они все говорят, что я похудел, и все говорят, что я классно выгляжу. Спасибо вам огромное. Даже если вы это, как бы, говорите мне неправду, все равно это приятно слышать. Вот так. Дальше. Что у нас еще такого? У меня по планам там еще стояло у нас... Блин, а из глобального плана все, больше ничего особо не стояло. А, с ремонтом. Ремонт идет по графику. Ремонт идет по... Все как положено идет ремонт. Теперь осталось только вот дождаться. Сейчас делают, в данный момент меня сейчас заливают уже стяжку. Уже сделали все-таки полы теплые по всей квартире. Хотел я, конечно, сделать радиатор в спальне. Потом посмотрел, думаю, нет, думаю, пускай. Думаю, радиатор много места занимает лишнего. И в итоге я решил все-таки сделать теплые полы. И везде у меня будут теплые полы. Ну вот, если так вот коротко, да. В общем, еще раз убедился. Цели нужно для себя ставить. Нужно сделать все возможное, невозможное. Чтобы этих целей там добиться, не добиться. Ну, невозможно, конечно, я задогнул немножко, нет. В общем, вчера я был расстроенный. Ну, как-то так получается. Я, ну, расстроен, потому что не достиг цели, да, поставленной, которую я хотел. И мне вот одна, так скажем, из девушек, просто не знал, что такая девушка бывает умная. Ну, такая, ну, она реально умненькая такая, все. И она говорит, ну, говорит, неважно, добился ты цели или нет. Я говорю, да как так, надо цель добиваться, да-да-да-да. Она говорит, важное, что ты сделал для того, чтобы ты добился этой цели. Я говорю, в смысле? Так, говорит, может быть, ты все сделал? Ты со своей стороны все делал для того, чтобы там было, там быть, там быть. Я так прикинул? В принципе, я сделал все. Все возможное, да. И даже, скажу, больше, да. И даже больше сделал. И, конечно же, конечно же, в принципе, сейчас вот на душе у меня, ну, не сказать, что там прям это. Я так посмотрел, в принципе, вот я сейчас смотрю, где бы я мог, ну, где-то я мог взять и немножко не доработать. Везде доработал, везде все доделал, везде все сделал. Да, были несколько, так как раз 4 клиента, которые купили квартиру не у меня, вряд ли там у моих коллег, так скажем, по какой-то причине были, да. И, как правило, это те коллеги, на которых я уделял больше всего времени. Ой, не коллеги, а клиентов, на которых уделял очень много времени. Ну, не знаю, может быть, что-то надо пересмотреть. Ну, в целом, как бы, действительно посмотрел, очень много я сделал для того, чтобы, ну, добиться своих поставленных целей. Так вот, вам желаю всем добиваться своих целей. И одну из целей поставьте покупку квартиры в городе Сочи. Или хотя бы просто приехать в город Сочи, чтобы нам с вами посидеть. Стридцать также, снять какой-нибудь хороший видеосюжет на тему, на тему, конечно же, там, не знаю, там, сейчас задаваем вопросы, еще что-нибудь. В общем, жду вас в гости. С вами был Максим, компания Литва Сочи. Пока.